Я сейчас бегло коснусь Канта, Фихта и Шеллинга и Гегеля, потому как и немножко мы в прошлом учебном году разбирались здесь в этой группе, в моей группе, разбирали по истории философии и Канта, и Шеллинга, и Гегеля, ну и потому что впереди можно о них более детально рассуждать, но, по крайней мере, движение мысли к диалектике продолжалось, и в конце XVIII века Кант на базе уже существующих философских систем английского материализма, французских материалистов, на базе этих рассуждений Кант построил некоторые, задал как бы философии некоторые вопросы всего-навсего. Кант подумал, что существует человек, и в нем есть сознание. Кант начал с дуализма. Есть человеческая материя, тело, и есть человеческое сознание. Телесно мы люди, и живем, как и учил французский материализм и английский материализм, живем человеческими потребностями, исходящими из нашей телесной организации. Мы хотим выжить, хотим благополучно жить, размножаться, конечно же, еще что-то. И в этом отношении мы здесь на земле, мы здесь потребители, производители, потребители. А что еще в нас есть? Да ничего больше и нет. Так учил французский материализм и призывал на баррикады за улучшение жизни людей. Человек-существо природное, заявляли французские материалисты. Природное, имеющее природные потребности, имеющее право удовлетворять эти потребности и преодолевать препятствия на пути удовлетворения этих потребностей. То есть какие-то там короли, дворяне, аристократы мешают развитию человека, его свободам, его материальному благополучию. Надо свергнуть эти препятствия, отвергнуть, уничтожить физически, гильотиной, в тюрьму их пересажать, этих аристократов, на фонарь аристократов. Что с ними еще делать? Нечего, церемониться. И мы станем свободными и будем удовлетворять свободно свои природные потребности. Так, так. Вот с критики этого представления о человеке и начал Кант. Он заявил, что человек имеет еще и духовное начало. И духовное начало не выше ли природного? Это вопрос еще из Библии. В Евангелии первом же написано, что птицы небесные не сеют, не пашут, а им Бог дает. И вы не делайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа, и воры подкапывают и крадут. Ибо душа не более или чем тело. Это из Евангелии фраза, из Нагорной проповеди Иисуса Христа. В человеке есть душа. И душа не более или чем тело. Что мы живем, чтобы пожрать и размножиться? Нет, мы живем духом. И эта духовная жизнь для нас важнее, чем природная. Я могу умереть физически, но не изменить духовным задачам и ценностям и идеалам. Душа более, чем тело. Это же тоже видно. И тогда получается такой вот дуализм. Человек, конечно, живое существо природное, но человек явно сверхприродное существо. Явно. Откуда берется тогда эта душа? От желания пожрать? От желания размножиться? Нет, животные едят, размножаются, у них духа нет. Дух привнесен. Дух не человечный, дух не природный. Дух не из природы. Дух в природу нашу вносится и сочетается каким-то образом с нашей физической, материальной природой. И дух этот важнее, первичнее. Он первичен по отношению к нашему телу. И тогда, я тут думаю, как связать это с дальнейшими рассуждениями. Тогда как происходит познание, проникновение нашего духа в нашу материю, скажем, в нашу телесную, природу самую как таковую. Как происходит проникновение мышления в природу, мышление в материю, в вещи внешние по отношению к нам, в вещи, которые сами по себе существуют перед нами. Как происходит процесс познания в таком, если исходить из такого дуалистического понимания, да? Я начал с дуализма. Есть природа, есть человек, есть дух, есть тело человеческое, есть дух человеческий. И как же процесс познания протекает вот в такой картине мира, когда человек и его дух не сопряжены, разделены, сами по себе существуют. Трансцендентный по отношению друг к другу, по-немецки это звучит или по-латыни. Внешний, проще сказать по-русски, ну внешний как бы слабо звучит, а вот трансцендентный звучит более так, импозантно. Как у нас, иду я по улице, и идет цистерна, на ней написано латинскими буквами водоканал, латинскими буквами. Ну с чего ради на этой канализационной бочке написать латинскими буквами ее название? А вот такие названия, иначе как-то уже импозантно. Ну ладно. Так вот, как происходит процесс этот познания? Тут интересная вещь, если скачок небольшой мысли сделать. Знаете, что был такой Луи Пастер, я точно не помню дат его жизни, но он жил во второй половине 19 века, и впервые экспериментально показал, что живое порождается только живым. Он просто элементарно наливал воду, дистиллированную, чистую, не зараженную ничем воду, в две колбы, одну запаивал, другую оставлял открытой. И в запаянной колбе ничего не появлялось, а в открытой колбе появлялась пресень, мухи там, какие-то зародыши и так далее. Жизнь появилась в незапаянной колбе, а в запаянной нет. Ну и простой вывод. Живое порождается только живым. И это стало аксиомой, что ли, для современной культуры. Мы же понимаем, что мыши не зарождаются сами по себе. А буквально до 19 века, до Пастера, такое представление было, что если тряпок набросать в угол, то через какое-то время там мыши заведутся. Они самозарождаются. Живое. Вот точно так же и мысль человеческая не самозарождается. Это доказал Кант. Это удивительное изобретение или открытие, сравнимое с пастеровским обнаружением несоздаваемости живого. То есть в самом деле мы имеем опыт такой же, как у животных. Мы видим свет, мы ощущаем твердое, холодное, вкусное, невкусное. Мы имеем ощущение. А ощущение имеют и животные. Но у них нет познания. Они ничего не знают о сущности предметов, ничего не представляют, не предвидят будущее. Они реагируют рефлекторно на воздействие на их органы чувств. А у человека познание начинается с тех пор, когда он накладывает на ощущение свои знания. Уже какие-то знания надо иметь, чтобы иметь новые знания. Новое знание получается только при наличии старых. Если есть старые, ты можешь их развить. А если их нет, ничего не будет. Если у животных нет сознания, они не будут ничего познавать. Они будут реагировать на раздражители своими органами чувств, своей физиологией. А мышления не будет. Так вот, это знание, которое предваряет познание, сидит в человеке всегда. Ну, как в виде наглядного примера, что ли. Вот присутствующие знают, что есть такая категория энтропия. Ну, кто знает, тот знает. А кто не знает, тот ее не может ни измерить, ни почувствовать, где больше энтропии. Вот в этом аппаратике, который стоит, или в моем организме, или в столе. Где больше энтропии? Пустой, ну, немыслимый вопрос. Для человека, владеющего этой категории, этот вопрос, этот момент раскрыт. Он может проанализировать наличие энтропии в том или ином предмете. Сколько ее там, много или мало. Если у человека есть категория пространства, он видит предметы пространственно, ближе, дальше, внутри, снаружи. А если человек этим не владеет? Если маленький ребенок не владеет категорией времени и говорит, я завтра был в детсаду. Он не понимает, что завтра это будут еще. Не понимает. Он не владеет категорией времени, категорией завтра, скажем, грамматической категории. Не владеет, значит, не может мир видеть в свете этой категории. Вот Кант и заявил, что мы видим мир в свете категорий, которыми мы накладываем на наши ощущения. Я ощутил предмет и наложил на него категорию энтропии. И вижу, что тут энтропии меньше или больше, я уже забыл, чем в этом предмете. Где? А тут меньше энтропии, да? А тут больше. Может быть так, а может наоборот. Я уже совсем физику забыл. Так вот, Кант заявил совершенно гениально, что на ощущения накладываются категории, и в свете этих категорий мы видим мир. Мы можем измерить мир, предмет, размеры его узнать, если мы владеем категорией размерности. Мы можем взвесить предмет, если владеем категорией веса и так далее. Ну, в общем, понятно. Понятно, доказательно. И вот эти категории, которыми мы видим мир, в свете которых видим мир, при помощи которых видим мир, он заявил, что они ниоткуда не берутся. Они не берутся из опыта. Они, наоборот, организуют опыт. И они предваряют опыт. Это совершенно, ну, это очевидно. Сегодня я вам говорю, и мне, и вам видно, что это факт. Это обнаружение реального факта. Ну, и Кант назвал их врожденными. Или врожденные – это биологизация какая-то. Он назвал их научно-умно-априорными. То есть, внеопытными. А это до или вне… А, отрицание. Аморальность, значит. Человек вне морали, он не… Ну, ладно. В общем, априорные. Априорные можно назвать как врожденные, называть словом врожденные. Ну, лучше не говорить врожденные. А вот он назвал априорные, и это более адекватно, конечно. Они внеопытные, доопытные. Они условия опыта. Это априорные категории рассудка. Мы ими живем. Но дальше. Как устроено дальше мышление, Кант рассуждает. Эти категории являются результатом работы специального уровня человеческого мышления, который называется теоретический разум. Это рассудочные категории. Рассудок – это, так сказать, рабочие, индивидуальные, применимые каждым человеком, механизмы накладывания на опыт, на ощущения, формы мышления, рассудок. А сами рассудочные категории создаются, синтезируются. Откуда они берутся, следовательно, он стал задумываться. Они синтезируются так называемым чистым разумом. Чистый разум – это сфера мышления, которая на основе принципов клепает, так сказать, продуцирует, создаёт категории познания. Чистый разум – это сфера синтеза, внутреннего, умственного, мыслительного синтеза, создавания категорий для систематизации ощущений. А вот что-то я произнёс, чистый разум на основе принципов создаёт эти категории. Вот тут начинается заминка у Канта. И он говорит, что есть исходные мировоззренческие позиции, которыми руководствуется чистый разум при монтировке категории рассудка. Этими принципами являются, исходными понятиями, принципами являются такие узлы, как представление о человеке, общее представление о человеке, общее представление о мире, общее представление о Боге. И вот тут начинается раздвоение, тут начинается такая странная аберрация. Человека можно представить смертным, а можно представить бессмертным. Мир можно представить конечным, а можно представить бесконечным. Бога представить можно существующим, а можно представить несуществующим. И тогда получается, что разные потоки чистого разума, разные потоки группы, категорий, определяющие и организующие наш опыт, Получаются разные пласты этих категорий, вырабатываемых чистым разумом на основе вот этих принципов. Вот совокупность этих принципов, управляющих чистым разумом, Кант назвал практическим разумом. Чистый разум как бы одинаковый или как? Доступен всем. Он чист. Чист от индивидуальности, чист от души. Для чего? Ну, от позиции человеческой. А вот практический разум, он руководствуется интересами человека, какими-то узловыми позициями. И тут позиции такие, что человек считает, что Бог есть. Это его позиция. И из того, что Бог есть, вытекает специфическая работа чистого разума по выработке категорий. А у человека, который считает, что Бога нет, другие категории вырабатываются. И он живет иначе. Но тоже успешно. Вот что поразительно. Это Кант сказал. Что можно быть верующим и организовывать свою жизнь через чистый разум к рассудку в качестве религиозного поведения. И тогда ты будешь молиться Богам, жертву Ему приносить, им приносить или Богу, или христианскому, или какому угодно, мусульманскому. И жить успешно. И тебя будут приветствовать и любить там, или не знаю что. А можно жить и считая, что Бога нет, и тоже жить успешно. И тоже производить продукцию, и тоже торговать на рынке, спекулировать, воровать, торговать, что угодно делать, и тоже жить успешно. И вот это, да. И также можно представить мир конечным и бесконечным. Вот Кант тем самым обнаружил в составе человеческого мышления такие абсолютные непреодолимые противоречия, стороны которых истинны сами по себе, и в то же время противоречат друг другу. Такие противоречия, стороны которых истинны, и противоречия друг другу, Кант назвал антиномией. Он не назвал это, так сказать, ну сказал, это антиномия, это все знали, он не придумывал это слово. Антиномия по-русски можно сказать противозакония, номос это закон, анти против. Антиномия или бессмыслица, или бессмыслица даже можно сказать, ну какой-то нелепица. Так вот, этими нелепицами мы и живем, заявил Кант. И как же надо в таком случае жить? И он то ли иронично, и зло по отношению к человечеству, то ли искренне говорил, что вопрос решается вмешавшимся в дело начальством. Слова Канта. Начальство сказало, что Бог есть, значит будем жить, Бог есть. Они все со свечками стоят. Путин там, все со свечками стоят, и крестик у Путина не сгорел в пожаре. Все сгорело в доме матери Путина, а крестик не сгорел. Сейчас пишут, всерьез. И таким образом мешавшиеся в дело начальство нам скажут, что ребята, Бог есть, будем молиться и будем праведно жить. А были времена, когда нам говорили, Бога нет, ребята, и ничего, Бога нет, значит все дозволено. И были мы этими самыми, как они называли, бесами по Достоевскому. Крайность такая. Вот таким образом антиномия, это то, на чем остановился Кант. И он не мог дать синтеза этих противоречий. Как человек преодолевает, что получается. А ответ, что вмешавшиеся в дело начальство вопрос решает, это тоже не ответ. И вот задачей преодоления этой антиномичности, выяснение того, что же такое человек и как он действительно существует, задачей преодоления этой антиномичности и занялись последователи Канта, Фихтер, Шеллинг и Гегер. По сути дела, вот этой задачей посвятили всю свою деятельность. И я хотел еще много чего говорить до Ильенкова, да, но немножко времени еще есть. Тогда я миную эти вещи. Если говорить немножко о Фихте, Фихте просто заявил, что нет никаких вещей в себе. Я не сказал сегодня о вещах в себе, про Канта, да. Но вы понимаете, наверное, сегодня готовились к вашей беседе. Никаких вещей в себе, никакого дуализма души и тела, никакого параллелизма, психофизического параллелизма по Декарту. А существует только я, субъект, который создает в своем воображении представление о вещах в себе. Солипсизм. Существую я и мир не я. Я создаю для себя мир не я. Он выбросил Кантовскую вещь в себе, Кантовскую телесность человека, признание как реальности. А я это дух. И я создаю себе представление о своем теле. Это как сегодня феноменология. Вот сегодняшняя феноменология современная, она тоже самое говорит. У человека есть сознание, и оно свободно в творении своих продуктов. На умном, умственном там, языке своем новом. И Фихтер таким образом заявил, что существует только я, создающий мир не я. Но дальше он рассуждает, что человек, создав мир не я, изучает, что же он создал. И, следовательно, возвращается к самому себе, осмысляя созданный самим собой мир не я, человек наполняет свое я определенным содержанием. Сначала человек пуст, я. А потом он представил не я вашу аудиторию, а потом, отражая то, чего вы от меня хотите, я сажусь за парту и готовлю лекцию по философии. Я уже становлюсь наполненным человеком. Есть на этот счет анекдот. Вы играете на скрипке, не знаю, не пробовал. Глупо, нелепо я сейчас сказал. А дело такое, что я представляю собой пустое место, и я не знаю, играю ли я на скрипке. А вот возьму в руки инструмент и пойму, что я пустое место, что я еще должен себя наполнить владением этим инструментом. Инструмент людьми создан, мной создан. И я должен освоить созданное человечеством, чтобы наполнить себя и стать человеком. Гениально. Я должен стать самим собой, изучив свое собственное творение. Я сотворил мир, и изучив его, становлюсь самим собой. Тут первичные и вторичные отменяются, переворачиваются. Это самый вот этот узел диалектики. С этого начинал Шеллинг и заявил, что нелепо представить я изолированным и творящим мир. Все-таки мир есть. Науки развивались. Уже во времена и Фихта, и Шеллинга работали биологи, палеонтологи. Там, значит, чуть ли не Дарвин, там, ну, Лайель какой-то был. Там еще были какие-то Ламарк, там, Кювье. Кант, наконец, сделал небулярную теорию происхождения Солнечной системы, физика, Ньютон. Науки были развиты и в 17-м, и в 18-м веке. И вдруг заявить, что мира нет, и существую я, такое какое-то схоластика. И Шеллинг заявил, что мир есть, реален, реальный. Но этот реальный мир представляет собой абсолютную идею, логику. Которая открывается человеку через мистическое обчувствование человека в эту логику. Человек-мистическое существо, чувствующее логику мира, как внешнюю. А это уже почти Гегель. Только Гегель сказал, что человек не в чувствовывается в мировую логику, а ступенями своего исторического развития осознает, постигает эту абсолютную логику. Она есть по Шеллингу, правда. Но человек ее не мистически улавливает через откровение ее, человеку, и через интуицию человека к ней. А человек ее исторически, тысячелетиями осознает, постигает, познает. Освоение абсолютной логики, представляющей собой мир. Мир – это логика, это не предметы. Освоение абсолютной логики, представляющей собой мир, совершается посредством познания. Это у Гегеля. Вот это он добавил к Шеллингу, и Шеллинг на него обиделся. Гегель у меня систему украл. И стал колоссальным врагом своего ближайшего друга Гегеля. Они заколичные были друзья, водку пили, там, ничего они пьют в Германии. В молодости. До того пили, что Гегелю говорили, ты, Гегель, вообще мозги пропьешь скоро. Много употреблял. Вильгельм. Георг Вильгельм Фриндрих. Молодой человек. И Шеллинг был такой же. Шеллинг был на пять лет моложе Гегеля, но они были друзьями. И потом раздружились. Когда Гегель украл, как бы, якобы. А он не украл. Он был более последовательным, современным мыслителем, связанным с наукой, научным познанием. И заявил, что что такое интуиция, откровение. Ну же, это вообще плотен, что ли, там, какой-то ранне-средневековый или позднеантичный интуиция. Нет. Познание, логика, рациональность наполняет эту мировую душу или мировый разум, да? Разум. И освоение человеком этого разума, тоже процесс познания длительный, многовековой, тысячелетний процесс проникновения, трудный через развитие наук, производство, развитие общества, постижение этого мирового разума. Вот это Гегель. Но все это, то, что называется диалектика, да, жаль, сейчас, так сказать, ну, ничего. Немножко я хотел очень коснуться последних времен Ленина и Сталина. Ленина и Сталина, если на то пошло. Ну, не Сталина персонально, а эпохи, послеленинской. Вот это Гегелевское представление о абсолютном разуме и его постижении. Нужно сказать, мы предмет имеем лекции диалектика. Диалектика как двигатель общественного прогресса, я так назвал. И действительно, это у Гегеля было построено на фихтовской диалектике. Не на кантовском подступах к диалектике через вот обнаружение антиномий, а фихтовское представление о диалектике. То есть, творение человеком мира и освоение сотворенного человеком мира, как наполнение самого себя, самопорождение человека. Человек сам себя порождает, человек сам себя вытаскивает за волосы из болота, буквально. Тут нет первичных сил, тут есть самодвижение этого узла природы, человека. Человека, понимаемого, конечно же, как социальная материя, как по спинозе. Человека, понимаемого как человечество. И когда мыслит эта система людей, система человечества. Вот эти диалектические моменты спинозовские, фихтовские, гегелевские, конечно, совершенно необходимы для общественного прогресса. И тут такая мысль, что я говорил ее, что мышление эмоционально-мифологическое соответствует материнскому роду и поглощенности человека группой. Человек не индивидуальность, а человек-младенец. Какая индивидуальность у моего внука двухлетнего, вот сейчас у меня растет? Вовочка хороший, больше ничего не мой. Он не человек, не личность, не индивидуальность. Он еще поглощен группой семейной, в которую он входит. И мышление эмоционально-любовное, доверительное, не самоуправляющее, не управляющее самим человеком. Рассудочное мышление соответствует вот этому цивилизованному, частно-собственническому миру и индивидуализированному, и индивидуалистичному человеку. А новое диалектическое мышление должно соответствовать новому обществу, которое преодолевает частную собственность, преодолевает изолированность людей друг от друга, объективную изолированность, когда люди внешне или насильственно поставлены в противопоставление друг другу. И вот получается какой-то парадокс или как нарушение материалистического мировоззрения этого мира, требующего такого человека и такого диалектического мышления, еще нет. А оно уже прорезается вот в виде достижений тех же там Вико, Спинозе, Канта или Гегеля, прорезается, как-то вот опережает. Мысль опережает материю. Мысль, как был когда-то фильм «Сталкер», и вот там «Сталкер» гайки какие-то бросает. Бросил гайку и туда идет, где гайка упала. А куда она упала? Вот кто его знает? Упала. Он туда и идет. Человек забрасывает перед собой ценности, цели, и их достигает. И материя следовательно плетется вслед за человеком. Но она не плетется, она толкает человека к созданию этих проектов. Вот тут взаимосвязь порождающего и порождаемого. Субтитры создавал DimaTorzok